Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Директор Смоленск АЭС Павел Лубенский избран председателем Совета руководителей. 29 апреля мы должны ремонт закончить и включить с одним из генераторов. Ремонт первого энергоблока Смоленск АЭС. Наш семинар – это учебный семинар. Он состоит глобально из двух частей. Атомщики из семи стран мира изучили методологию принятия эксплуатационных решений на Смоленск АЭС. В Десногорске стартовала экологическая акция «Зеленая весна-2017». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Мощность фактическая 22 323 мегаватта. Выработка с начала года по концерну 103,9%. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третьей энергоблоки, суммарная нагрузка 2113 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Первый блок – 18 сутки ремонта, длительность 37 суток до 29.04. Работа в графике. Выработка электроэнергии за 10 дней апреля составила 458 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 6,48 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 620 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 7 апреля состояло заседание общественной организации Совет руководителей предприятий города Десногорска. Одной из главных тем повестки стало избрание нового председателя. Руководители более чем 30 предприятий города, входящие в Совет, единогласно избрали на эту должность директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. Павел Алексеевич поблагодарил за доверие членов организации и подтвердил, что работа по улучшению городской среды и качества жизни десногорцев будет продолжена. В ходе заседания руководители предприятий рассмотрели направление работы по традиционным проектам. Десногорск «Вчера, сегодня, завтра», город Олимпийского резерва, шефская помощь в благоустройстве исторических памятных объектов Великой Отечественной войны. Будет продолжена работа над проектом «Будущее в наших руках». Это шефская помощь детским садам. Директор акционерного общества «Атомтранс» депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко подчеркнул, что, как и прежде, Совет руководителей будет оказывать помощь в благоустройстве детских площадок, заниматься благоустройством дворов и реализовывать другие мероприятия. На первом энергоблоке «Смоленск АЭС», которому в декабре исполнится 35 лет, с 24 марта продолжается жаркая пора ремонта. В турбинном и реакторном залах особенно оживленно. На всех участках круглосуточно кипит работа. У каждой бригады рабочих свой ответственный фронт заданий, который нужно выполнить качественно и в срок. На ремонт блока отведено 37 суток. Эффективное планирование, грамотное распределение ресурсов, обеспечение высокого качества выполняемых работ – задачи ПСР-проекта по оптимизации сроков ремонта, открытого на Смоленск АЭС. У нас выпущен приказ по ПСР-проекту об оптимизации сроков ремонта. Мы выбрали критические позиции работы, которые подлежит выполнить в течение срока ремонта. На данный момент критика находится в турбинном цехе. Это капитальный ремонт цилиндров высокого давления. Это вы в машинном зале сегодня видели. Кроме того, есть большие работы по капитальному ремонту цилиндров низкого давления с 21 по 24 цилиндра. Вы видели тоже в машинном зале извлечены на данный момент уже роторы. Идут работы по капитальному ремонту этих цилиндров. По реакторам отделения у нас есть большой объем работ. Как ни странно, мы остановились на текущий ремонт, но с внутриреакторным контролем. Это требует большого количества выгрузки топлива и потом последующей загрузки топлива из реактора. Соответственно, это накладывает определенные ограничения в части выполнения работы в центральном зале, так как мы должны там выполнить еще работы, заменить два технологических канала, заменить обоймы по результатам контроля. И ряд других работ, которые мы должны выполнить. Соответственно, нужно увязать все в кратчайшие сроки так, чтобы уложиться в эти 37 суток. 37 суток – это уже целевое наше время, до какого мы должны ремонтироваться. То есть 29 апреля мы должны ремонт закончить и включиться одним из генераторов. Генеральный подрядчик акционерного общества «Атомэнергоремонт» выполняет около 80% работ. В них занято 650 сотрудников из Смоленского филиала, плюс 134 специалиста, командированные из Кольского, Калининского и Нововоронечского филиалов. Персонал полностью вовлечен в контур ПСР проекта САЭС, использует инструментарий производственной системы «Росатома» в организации рабочего процесса. На базе нашего КТО, ОППР и инженеров-технологов с СЭХО привлекаем, создаем группу диспетчеризации, которая в режиме онлайн корректирует все графики, корректирует все сменные задания. И это позволяет, так скажем, там, где у нас простое, позволяет более оперативно решать вопросы и избежать простое. Диспетчер наш, он отмечает этот график по часовой, который находится на системе. Планирование идет, у нас, как я говорю, сразу идет и на следующие сутки. То есть у нас задания выдаются на первые сутки и на вторые. То есть система вчера, сегодня, завтра. Это однозначно нам помогло в плане достижения тех результатов, которые, в общем-то, мы имеем. Вот конкретно это СПП первого блока, когда проводили модернизацию. Сейчас это же система, мы вот и на втором. И эти диспетчера, они, инженеры ОППР, они же занимаются и анализом потом этих графиков фактического выполнения. И когда мы строим график ремонта на следующие периоды, мы имеем базу, знаем, какая операция, сколько фактически, на какую операцию, сколько фактически затрачено. И, в общем-то, более реально можем строить графики. Один из приоритетов ремонтной компании – создать безопасные условия для производства работ и соблюдать требования охраны труда. Ремонтные зоны со вскрытием оборудования ограждены. Персонал работает в спецодежде на завязках, чтобы не допустить попадания посторонних предметов в открытые части оборудования. Организовано рабочее место контролера в ремонтной зоне. В мобильной инструментальной мастерской упорядочено хранится инструмент и оснастка, поддерживается нужный температурный режим, есть телефонная связь для оперативного решения всех вопросов. В переносных комнатах отдыха установлен кондиционер, кулер с питьевой водой и лавочки. Все виды работ выполняются строго по нарядам допуска, в которые обязательно включены вопросы по охране труда. Контролирует соблюдение условий безопасности инспекционная служба АЭР и специалисты отдела охраны труда САЭС. Свыше 30 атомщиков из 7 стран мира собрались в Десногорске с 3 по 7 апреля. Для них Московский центр ВАОЭС и Смоленская станция организовали стартовый обучающий курс «Лидерство. Принятие эксплуатационных решений». Цель данного семинара в первую очередь предоставить обучение Смоленской АЭС и представителям других эксплуатирующих организаций, которые входят в Московский центр ВАОЭС в области лидерства и в разделе «Лидерство», которое называется «Принятие правильных эксплуатационных решений». Дмитрий Базарев, представитель Московского центра ВАОЭС на Смоленской станции, сообщил, что принятие эксплуатационных решений – сложный процесс, в который вовлечено большое число руководителей, технических специалистов разных областей деятельности. В начале этого процесса формируется команда, формируется проблема, задействуются все заинтересованные стороны, оцениваются риски по каждому решению. Эти решения могут быть совершенно разнообразные, но в конце концов коллективным мышлением, так сказать, выбирается одно единственное верное с точки зрения всей команды решение, и это решение выполняется. Тематики семинара проявили интерес не только специалисты российской атомной энергетики, но и операторы Украины, Белоруссии, Болгарии, Чехии, Китая и Ирана. В завершение встречи все отметили актуальность и необходимость полученных знаний. Организация процесса принятия эксплуатационных решений отличается в разных странах. Методология, заимствованная в Парижском центре ВАОЭС, имеет много полезного, и ее применение внесет свой вклад в достижение главной цели атомщиков всего мира – обеспечение безопасности АЭС. В конце марта Смоленск АЭС и город атомщиков Десногорск присоединились к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2017», приуроченной Году экологии в России. Начался месячник по очистке городских территорий, улиц, скверов, берегов Десногорского водохранилища, в котором участвуют предприятия города, коммунальные службы, образовательные учреждения, предприниматели. Финальным аккордом станет общегородской субботник, который запланирован на 28 апреля. Весь город разделен на секторы, которые закреплены за предприятиями или учреждениями. Персонал Смоленск АЭС убирает закрепленные территории первого и третьего микрорайонов. В арсенале атомщиков весь необходимый для наведения чистоты инвентарь – грабли, метлы, лопаты. В помощь представлены четыре единицы спецтехники, два погрузчика и два трактора. Мусор вывозится на полигон ТБО, сухая листва – на специально оборудованные карты за шестым микрорайоном. Работают все на совесть, чисто, как видите, претензий ни от кого мы не слышали. Все понимают прекрасно, что это делают они для себя, что живут они в этом городе. И гораздо приятнее ходить по чистым улицам. В четвертом микрорайоне трудится коллектив САЭС-сервис. Месячник по санитарной уборке города на наших территориях у нас идет полным ходом. Ежедневно в месячнике в работах у нас задействовано 8-10 человек, 2-3 единицы техники. Начали подключаться у нас сторонние организации – это ЭЦМ и ЭЛС. Сейчас мы проводим работы по уборке листвы с газонов и сухой травы, по уборке песка, с бордюров, с дорог, с пешеходных зон. Вторым этапом у нас планируется ремонт и покраска малых форм, побелка бордюров и деревьев. Я думаю, к субботнику, к общегородскому мы подойдем с чистыми улицами и дворами. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова